Все в русском языке. У вас. У вас? Ок. Что вы думаете? Вы американец или русский? Я американец. О! Очень хорошо видеть вас. Ты можешь говорить по-русски, я тоже пойму. Но украинский я не учил. Русский учил. Вы сейчас чувствуете американцами или россиянами? Я чувствую. А что такое американец? Вот ее фильм. Это такое, знаете, размытое, я бы сказал. Сложный вопрос. Потому я его и задал. Вопрос сложный. Это на несколько часов. Поэтому я его и задал. Да нет, я, наверное, все-таки русский. Честно? Да, мне ближе русская. А где родина? Русская, как говорится, русский менталитет. Хорошо. Хорошо. А где родина? Родина у меня в России. Ты же русский? Ну я изначально-то родился в России. Потом меня увезли. Я спросил, где вы родились. Я спросил, где родина ваша. А родина это разве не там, где родился? Я думаю, что нет. Оба-на. А что такое родина? Ну вот, вопрос сложный, да? Для кого? Для вас, видать, да? Для меня? Для меня? Вы же не можете ответить. Я знаю, где моя родина. Ну и где ваша родина? У меня, честно говоря, не все равно. Украина. Украина. Ну вот. Так вы родились на Украине? Я родился в Украине, да. Ну и вот это ваша родина. А если я родился в Кампучии? Значит, Кампучия моя родина. Я не спросил, где как это. Я говорю, сейчас, где ваша родина? А как понять сейчас? Сейчас это место жительства. Вы сейчас находитесь где? Нет, я в Америке нахожусь. Ну вот. Где вы находитесь? Где ваша родина? Я же говорю, в Советском Союзе. В такой стороне нет. Ну была, представляешь. А заканчиваешь? Ну была, ну и уж нет. Ну вот. У тебя нет, а для меня, вот я помню. Для вас нет, для меня нет. Нет? Нет. Я делаю, делаю. У меня свинечество рождения СССР. Конечно. У меня свинечество рождения выдано Советским Союзом. Я родился в Советском Союзе. Но сейчас нет такой страны. И что дальше? Ну, сейчас нету, к сожалению. Но вот зато... К сожалению? Конечно, к сожалению. К сожалению. Ну нет такой страны. Делать... К сожалению, в которой страны вы сейчас есть и есть, и... Но... Ты запутался в вопросах своих. Я же тебе сказал. Я же тебе запутался. Родился в Советском Союзе. То тебе разница, то тебе не разница. Мужик, ты там что-то много чего-то куришь. А это... Вот тем более. Прекращать... 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 Тнуть электронные сигареты. Или хотя бы напряжение... Вы сейчас... Какой страны граждане на Америке? Я гражданин на Америке. Да, гражданин... Россия, Америка или... И вот этого? Я гражданин Америки. И в чем? Еще раз. Вы сейчас... Логика в чем-то. Ваша логика в чем-то, я пытаюсь понять. Вы сейчас гражданин... Какой страны? Америки. Дальше. Но не России. Дальше. Зачем дальше? Я вопрос конкретно задал. Я ответил. Дальше. Что это дает? Ну и что это дает вам? Вы ответили на мой вопрос. Ответил. Это было достаточно. Для вас родина это не там, где родился? Для меня родина там, где я живу. Капец. Молодец. А где родился тогда это что? А вы знаете, что там манкурт? Нет, не знаю. Даже знать не хочу. Я просто хочу понять. Место, где вы родились, это как называется? Вы знаете, что там манкурт? Нет, не знаю. Не хочу знать. Это вы. Ой, мужик. Ты дебил. Мне тебя жалко просто. Просто жалко. Обознуйте. Обознуйте. Зачем вы меня вызываете? Я не вызываю тебя. Это диагноз. Я думаю, что вы считаете меня тупее, чем вы? Нет. К сожалению, да. Прям нет. Что вы там делаете? Что вы там делаете? Вот с тобой разговариваю. Решил посмотреть, какие остроумные люди на Украине. А зачем вы меня вызываете? Вы же не знаете, кого я вызываю? Да. И так далее. Узнал. Узнал, говорю только что. Не знал до этого. Но мне хватило пять минут, чтобы понять, кто вы. Вы не знаете, кто я? Да. Уже знаю. И уровень образования, и кто я, и что я. Уровень образования никаким образом не говорит об интеллекте человека. Никаким. Можно иметь три диплома и быть дебилом. Ну, да. Как вы? Да? Ну, у вас так обзывать? Ну, вы-то меня будете обзывать, а я-то вам диагноз поставил. Это разные вещи, понимаете? Ну, у меня хороший образование. Ну и что? А думать мы не научились, да? Это аргумент, да. И что, это аргумент? Конечно. У вас образование, это у вас просто, ну, образование. Получили вы диплом Корочкова, если у вас есть. Думать-то вас не научили. То есть вы... Думать. Вы... Вы... Вы же... Вы же даже просто задумываться не хотите. Не то, что думать. Это что вот за чушь? Не можете мне объяснить? Еще раз. Да не буду еще раз. Пускай вас... Идите обратно в школу. Да, честно говоря, это бесполезно. Человек, который, как говорится, у него или есть интеллект, или нет интеллекта. Здесь... А вы, типа... Я охуенный, я уебал. Я не типа... Это в вашей комплексе говорят. Просто обидно. Была нормальная страна, такая Украина. Не жили раньше нормальные люди. И теперь чокнули с чего-то. Ну, ничего, ребят. Жалко вас. Вы же не хотите общаться, потому что вы ущербные. Да, конечно же, мы ущербные. А что ли дело в Украине? Давайте пообщаемся, вы вроде нет. Вы же европейцы. Куда нам до вас? Давайте пообщаемся, вы же где? Нет. 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 Я не знаю, сколько тормозной жидкости ты выпил, но, видать, наверное, немало. Ну, зачем? Я не знаю, как у вас интернет. Ага. Причем тут интернет? А вы думаете, что оно не зависит, да? Я думаю, что от того, что ты выпил, это явно интернет не зависит. Это ваше сугубо личное мнение. Но я могу вам уже... Основанное на практике, заметь. Я уже давно понял, что тормозуха бывает разная. Тормозная жидкость, она по-разному влияет на человека. Но вы что думаете, что здесь в Украине все пьют тормозух? Ну, не все, но вы зачем-то ее выпилили. Ну, это не так. Ну, это не так. Вам повезло, вы выиграли ГНК. Да, да, да. Нет, я ничего не выигрывал. В своей жизни я ничего не выигрывал. Ладно, спасибо вам, молодой человек. Не пейте больше тормозную жидкость. Не пейте, пожалуйста, больше тормозную жидкость. Будет гораздо все быстрее. До свидания. Потому что ты гандон ебаный. Капец, ты молодец. Да. Сразу видно, украинский интеллигент, европейский. Сука, ты прав, блядь. Я всегда прав. Откуда такие догадки? Как откуда? Глянешь на тебя, послушаешь, сразу все понятно. Да. Видно сразу. Конечно. Ты же блеснул своим интеллектом. Ну и европейскими ценностями. Ага. Окей. Заебись. Заебись, да. На гей-парад когда идешь? Да мне что-то неинтересно, ты же понимаешь. А что там уже стало неинтересно? Ты что, каждый год ходишь? А было интересно? Я просто хочу спросить. Вы же их проводили. Я же тебе говорю, даже не знаю. Даже не знаешь, как так не знаешь. Просто интересно. Вот Россия проводит парады победы. Вы проводите гей-парады. Каждый гордится своим парадом. Правильно? Вы проводите это. Как? К этому меня отсюда относишь, блядь. Ну как? Ты живешь в стране, которой ты гордишься, которые проводят гей-парады. Так? Так. Вот. Я, соответственно, родился в стране. Кто тебе сказал это? В стране. Я же горжусь чем. Ну как? Не гордишься? Ты же европейскими ценностями гордишься? Некоторыми, но не всеми. Конечно. А скажи, какими... Я вообще сказал, что... А скажи мне, какими ценностями европейскими ты гордишься? Тем, что платят, блядь, социал. Платят социал, не поверишь. Социал платили только в Советском Союзе. Все остальное чушь собачья. Это я тебе говорю, как человек, который живет 27 лет в Америке и в самой демократичной стране. Мило. Ебать мой, так ты в Америке живешь? Там не платят социал, братан. Ты что, долбоёб? Я нет. Вот так вот. Здравствуйте. А, здравствуйте. Где вы? Я из США. Я из США. А как вас зовут? Зовут меня Валерий. Валера, можете назвать. Валерий? Да. Ярков. Очень приятно. Я надеюсь, что будет приятно. Да. А вообще вы откуда родом? Родом я с Дальнего Востока. Россия, Украина. Ну, Дальний Восток, это Советский. Я родом с Советского Союза, молодой человек. А, я понял. Ясно. Да. А давно там в Америке? Очень давно. Да, очень давно. Ясно. Ясно. Насмотрелся. Можете меня спросить, где здесь можно купить жавачку. Я даже знаю, где. Ясно. А работа у вас там есть? И работа у меня есть. И налоги я оплачиваю. Нет, нет. Нет, я имею в виду, что пошел, чтобы поехать на работу. Чтобы поехать на работу? Ну да. Ну я же так с Армии уволился. Ну да. Ну вот сейчас посижу тут чуть-чуть, поеду в офис. Надо бумажки привести в порядок. Нет. А сколько у вас сейчас время? Время у меня три часа дня. Часа дня? Ничего, ничего себе. А у нас? А у нас пол второго ночи. Я вас еще больше удивлю. У нас еще и температура сегодня плюс 44. А у нас глаза идет. Везет же вам? Господи, как же я вам завидую. Ничего себе везет. Ничего себе везет. Ничего себе везет. Ничего себе везет. Ладно. Валялись, да? Да. Спасибо. Удачи вам. Удачи вам. Удачи вам. Удачи вам. Удачи вам. Удачи вам. Я военный и сам офицер. Вы даже военный? Не понимаю. Вы даже военный офицер? Да, я офицер. Офицер даже. Лейтенант. Отлично. Скажите мне, как говорится, как офицер действующий, тем более украинской армии, так война идет с Россией или нет? Да, идет. Именно война с Россией, да? Война с Россией идет. Понятно. А скажите мне, как действующий офицер, вы же офицер, вы же должны понимать, что война, она имеет начало, имеет конец, правильно? Когда началась война с Россией? Никогда. Да, я могу, офицер. Ова, привет. Я так понимаю, вы представитель Украины? Да? Я так понимаю, вы яркий представитель Украины? Я правильно понимаю? Понятно. А вы, как яркий представитель Украины, представитель какого многочленства? Вы член какого сообщества? О, еще один украинец. Ты же из Украины? Ты же из Украины? Пожалуйста, скажи «Да». Пожалуйста, скажи «Да». Нет, я хорошо. Окей, пока. Окей, пока. Лондон. 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 Я из Лас-Вегаса. Нет. А только давай русский язык знали. Я учился в русской школе. Добре. А вы разговариваете украинской мовы? А я не учился в украинской школе. Украинскую разговариваете? Я говорю «Я не учился в украинской школе». То есть вы меня не понимаете, если я буду разговаривать украинскую мову, так? Я не понимаю. А зачем? Не понимаете? А зачем? Ну, мне просто интересно, люди, которые, ну, полиглоты, понимаете? То есть, ну, в принципе, я английский понимаю, но, в принципе, не очень хорошо, конечно. В Америке почти не учит украинскую язык, потому что русский язык… Это дарма. Ну, мало кто вообще знает, где Украина. Это дарма. Ну, а зачем? Поэтому зачем? Ирна? Дарма? Я не знаю, что вы говорите. Ну, я имею в виду, говорю, что это Марно? А вы с какого города? Ни с какого. Да, блин. Ну, что сказать? Вот, я только одно могу сказать в заключении. Вот в мое время, даже намек на такое, это, наверное, как минимум черепно-мозговая травма. А Баба Яга против? На, я против. Может быть, я и Баба Яга, но Баба Яга против. Ой, Господи. Всем понимание ненормальных человеческих ценностей. Пока. .